Я Васильева, Раиса Васильевна, москвичка в пятом поколении. Родилась на Старом Арбате, там где теперь ресторан Прага, там родильный дом. Ну, всю жизнь живу в Москве. Конечно, военные годы были самые тяжелые годы. И была я в Рязанской области у бабушки с дедушкой. Там достался, конечно, страшное время было. Дед мне исполнилось 11 лет, когда началась война. А было ли у Вас ощущение надвигающейся войны? Нет, Вы знаете, было начало счастливого детства. Но почему-то все очень быстро ушло. И мы быстро стали взрослыми. И как такового детства у нас уже не было. А как Вы узнали о начале войны? Расскажу. Было сообщение по радио о начале войны. Конечно, а я жила на Волхонке у библиотеки Ленина. И я наблюдала такую картину, что люди куда-то очень заторопились из дома. И когда я спросила, оказалось, что началась война. Все, конечно, ну, многие жители побежали по магазинам купить самую необходимую соль, спички. Потому что без этого, конечно же, невозможно. Вот, я вернулась домой, мама у меня была на работе. Конечно, было страшное время, но, знаете, пока не увидишь, не почувствуешь этого. И мы не знали, что впереди нас ожидает. Понимали только одно, слышали возгласы страшные. Ну, тут же видели, началась мобилизация. Люди куда-то торопились, там, с рюкзаками. Ну, потом, конечно, стало все известно. Вот. А что Вы тогда думали о причинах начала войны? Нет. Вообще о войне? Ну, Вы знаете, ну, что можно было в 11 лет думать? Мы учились, у нас были задачи учиться, учиться и еще раз учиться. Вот. Поэтому мы понимали только одно, что наступает страшное время. Страшное от того, что мы не могли предвидеть, что может быть. Значит, ну, когда пришла мама с работы, да, отца моего взяли тут же на фронт. Он всю войну прошел солдатом. Он работал у меня следователем по особо важным поручениям. Но войну прошел солдатом. Был трижды контужен, трижды ранен. И, конечно, он долго не прожил, буквально три месяца после войны, его не стало. И, конечно, перед мамой встала проблема. Она работала на фабрике Прачечный. Значит, здесь как-то очень быстро метро перестало ходить. И ей пришлось ходить на фабрику пешком. А работала она у завода Сталина, это автозаводская теперь. А здесь, да? Да, в Москве. И, да, сразу же, буквально с самого начала войны начались бомбежки. Первое время мы бегали с ней в бомбоубежище. Это метро-библиотека Ленина. Но, вы знаете, потом, конечно, так часто стали бомбежки, что мы просто даже не успевали. И когда в очередной раз бомба упала на заднюю часть музея изобразительных искусств Пушкина, знаете, такой, да, на Волхонке, а наш дом как раз выходил к этому музею. Вот. И нас ударной волной сбросило с кровати даже. Конечно, это было очень страшно. Наш дом был эвакуирован. Но и во всем доме, трехэтажный дом, два подъезда, была жила и одна наша только квартира. И вот ударной волной, когда упала бомба, нас сбросило, и все двери буквально всех квартир, двух подъездов, открылись снастижь. И вот я хочу сказать, что удивительно, не было ни мародеров, не было ни грабителей, никого. Ну, значит, я пошла в домоуправление, сказала о том, что все двери открыты. Тут же пришел домоуправ там со своими сослуживцами, и они все двери опечатали. Вот. Ну, значит, конечно, все мы были страшно напуганы. И вот у мамы еще было три сестры, и у каждой сестры по двое детей. То есть нас пятеро было. Причем я была самая старшая из них. И нас отправили в Рязань, к дедушке с бабушкой. В Рязань за 250 километров от Москвы. Причем, ведь тогда было очень строго. На работу надо было являться обязательно. И меня, как самую старшую, с четырьмя детьми, посадили в товарный вагон, и я поехала до города Михайлов. Ну, это... А слышали ли вы речь Молотова и Сталина в начале войны? Какое они прозвенного впечатления? Вы знаете... Да, слышала. Ну, опять же, 11 лет нам. Что такое ребенку 11 лет? У нас восприятие было, может быть, даже страшнее, чем вот фактическая обстановка была. Потому что... Ну, дети... Мы жили как в сказке. И вдруг настал страшный момент. Вот. И когда я приехала в деревню, бабушке с дедушкой было уже по 50 лет, им было тяжело, у них там инкотина, там было еще чего-то. Ну, понятно. И меня сразу вызвали в правление колхоза и сказали, с завтрашнего дня на прополку, на Козьбу. И вот все эти тяжелые годы... Ну, правда, мне пришлось мало почему. Потому что я быстро приехала в Москву, когда уже немец стал подступать к Москве. И было страшно там находиться. Мама меня забрала обратно. А мама у меня в то время работала начальником стирального цеха фабрики Брачешные. И эта фабрика обстирывала, потому что уже фронты приблизились к Москве тоже, да. И, значит, стирали солдатское белье. И я вместе с мамой, уже не возвращаясь в дом, где я жила на библиотеке Ленина, я жила фактически на фабрике. И каждый день вот огромные вот эти тележки с бельем, с грязным, с чистым. Мы возили, стирали, солдаты приезжали на машину, забирали это белье и обратно. Вот такой круговорот был. Конечно, было страшное время. В деревне... Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, на какой минуты, день или события были самыми трудными и тяжелыми, может, даже опасными за войну? Вы знаете, вот когда я жила в деревне, была в деревне у бабушки с дедушкой, в нашем селе должен был начаться бой. И всех жителей села, комендант, а наша изба была кирпичная, она была самая такая благополучная, как бы внешне. И там размещался штаб. И вот начальник штаба объявил всем, населению, чтобы все уходили в лес. А моя бабушка, старенький человек, 50 лет, четверо детей, мало, мало, меньше. И я самая старшая из них, мне там 12 лет, да? Тем более, что, когда тетушки наши нас проводили туда, все более-менее ценное такое из имущества, они тоже перевезли туда, чтобы как-то сохранить. И вот, значит, бабушка собрала всех нас. И все эти тазы, и все это. И собралась уже идти в лес. И как раз навстречу идет начальник штаба и говорит, обращается к ней, говорит, бабуся, а ты куда собралась? Ну как же, касатик, всех нас в лес ведь провожаете. Бабушка, возвращайся обратно в дом, иди в чулан, закрывайся и сиди. Вы не дойдете до леса. И представляете, и вдруг, это было уже начало 42-го года, там где-то март, апрель, может быть, я уже, конечно, со сроками тоже точно не помню. И вдруг объявляют по рации, немец отступил от боя, боя не будет. Вот это были самые страшные моменты жизни, когда мы собрали уже все, как говорится, свои, все имущество и отправились в никуда, можно сказать. Потому что, когда он сказал, что все равно вы даже до леса не дойдете. Вот. Ну, а были, вы знаете, были такие моменты, когда, ну, это все объясняется детством, потому что мы, конечно, мы повзрослели, вот, глядя по фактической ситуации, которая нас окружала, мы стали гораздо взрослее. Но все равно где-то элементы детства в нас еще оставались. И вы знаете, был такой один потешный эпизод, не знаю, рассказать его или не надо. Значит, ну, поскольку была живность... Да-да, пожалуйста. Расскажите. Я не понимаю. Ну, идите.